Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 ноября, Православная Церковь совершает празднование икони Божьей Матери Скоропослушницы. Я расскажу об особо почитаемом образе Скоропослушницы в России. Эта икона Божьей Матери Невская Скоропослушница – уникальный список чудотворной афонской иконы Скоропослушницы. Оригинальный афонский образ Богородицы находится в греческом монастыре Дохиар и представляет собой изображение Богоматери с младенцем. Петербургский список отличается от него по иконографии. Он изображает Божью Матерь с молитвенно простертой десницей нарочито большего размера без богомладенца. Невская Скоропослушница была также написана на Святой Горе в русском Пантелеймоновом монастыре. Этот образ вместе с некоторыми другими святынями из Афона был привезен в Россию в 1877 году двумя русскими иеромонахами Афанасием и Варсонофием. Они приехали в Петербург для сбора пожертвований на возрождение древнего храма в мирах ликийских в Турции, в месте первоначального пребывания мощей святителя и чудотворца Николая. Монахи остановились в Александроневской лавре, однако вскоре по благословению Святейшего Синода в их ведение была передана Александровская часовня, возводимая на углу Мытнинской и Второй Рождественской улиц, близ Староалександровского рынка. Часовня, построенная на средства купцов Калашниковых, была задумана в память о спасении императора Александра II от покушения в 1867 году. После ее передачи в ведение афонских иноков в святыни, помещенные в часовне, помогали собирать средства на возрождение мирликийского храма. Проекту возрождения храма в Турции помешала русско-турецкая война 1877-78 годов. Монахи-сборщики вернулись на афон, передав собранные средства в Синод, а Александровская часовня оказалась в ведении Санкт-Петербургского епархиального управления. Вскоре часовня сгорела, и на пепелище был обнаружен лишь частично опаленный, но с сохранившимся ликом образ Богоматери-скоропослушницы. Чудесное спасение из пожара прославило святыню на весь Петербург и всколыхнуло невиданную волну народной любви и почитания. В 1888 году заново отстроенная каменная часовня вместе с образом скоропослушницы перешла в ведение императорского православного палестинского общества, основанного в 1883 году. Председатель общества, великий князь Сергей Александрович, стал почетным ктитором часовни. Средства, собранные на возрождение Мерликийского храма, были перенаправлены на строительство русского храма в городе Бари, что в Италии. После мутенической кончины Сергея Александровича в память о нем часовня была расширена и преобразована в храм во имя святителя Николая и благоверного князя Александра Невского. В дальнейшем, одновременно с возведением храма в городе Бари, на месте этого храма был построен другой, так называемый Никола Барградский, исполненный по образцу древних русских храмов. Почитаемый образ скоропослушницы занял место слева от царских врат. Для иконы был исполнен резной киот по образцу киота Владимирской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых русских святынь. Резу и венец Богоматери украсили драгоценными камнями. Храм и находящийся в нем образ скоропослушницы пользовались почитанием представителей императорской семьи и в особенности вдовы великого князя Сергея Александровича, преподобно мученицы великой княгине Елисаветы Федоровны. После убийства царской семьи в Екатеринбурге, в доме, где они жили, в числе других икон были обнаружены и три образка петербургской скоропослушницы. В начале 1920-х годов, когда была развязана кампания по изъятию церковных ценностей, будущему священномученику-митрополиту Вениамину Казанскому удалось сохранить от поругания особо чтимые святыни Петербурга, среди которых находилась и икона скоропослушницы. В каких только храмах Петербурга не сохранялась от богоборцев эта святыня. В 1934 году ее перенесли в Святодуховскую церковь Александра-Невской лавры и далее в Троице Измайловский собор. С 1938 по 1958 годы икона скоропослушница пребывала в Князь Владимирском соборе. В дни блокады и всеобщего горя множество жителей города находили утешение у этой святыни. Само название скоропослушницы, то есть внимающая молитве скоро, было утешительно для просящего помощи человека, у которого уже не оставалось сил на продолжительные молитвы. 12 сентября 1957 года митрополит Ленинградский и Ладожский Елеферий торжественно осветил возвращенный верующим Свято-Троицкий собор Александра-Невской лавры, куда и была переносена икона Божией Матери скоропослушница. И по сей день она является одной из самых значимых святынь для братьев, прихожан и паломников. Одной из самых значимых святынь Северной столицы. Чуть больше десяти лет назад на заседании Синодальной комиссии по канонизации святых было определено переименовать чтимую в Санкт-Петербурге икону Божией Матери скоропослушница в Невскую. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Анисифора и Порфирия, преподобных Матроны, Феоктисты, Анисифора Печерского, мученика Александра Солунского, Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобный Евстолий и Исосипатры, святителя Нектария Игинского, митрополита Пантопольского чудотворца и новомучеников Российских, Порфения, епископа Ананьевского, Константина Черепанова, Дмитрия Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора Климова, Ильи Рылько, Павла Анисимова-Пресвитеров, Иосифа Сченсновича-Диакона и преподобномученика Алексея Задворного. Всех, кто носят эти святые имена, я поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Матерь Божия явила людям поможение, верным к небу путь открыла душ преображения, мир духовный напояя материнской нежностью, православных вдохновляя в подвигах прилежностью, безутешным и болящим первая заступница, обездоленным, скорбящим скорая послушница. Редактор субтитров А.Семкин